Сложная паводковая ситуация в крае. В 10 районах введен режим ЧАЭС. И нам нужно с вами сделать все, чтобы избежать жертв, чтобы все были живы и здоровы, посчитать ущерб и принять меры по возмещению ущерба всем, кому это потребуется. На территории городского округа сложилась следующая обстановка. Подтоплено 2 частных дома в индустриальном районе с общим количеством проживающих 6 человек. Это улица Архаринская, улица Керченская. 112 придомовых территорий частного сектора. Подтопление многоквартирных домов, социальных и коммунальных объектов не зафиксировано. Выполнены мероприятия. В целях защиты города от паводка проведены аварийно-спасательные и другие неотложные работы по созданию. Это прежде всего насосных групп, группировок в районах. Входа в Амурский затон на Дамбе установлены 2 единицы насосных группок, производительность 10 тысяч кубов в час. Площадка Арена Ирофея установлены 3 единицы насосов, производительность 3420 кубов в час. Улица Богачева установлены насосы разной производительностью и в час откачивают 2420 кубов в час. По улице Вилюйской установлены 2 единицы, производительность 1440 кубов в час. Также на улице Прибрежной, улице Архаринской, улице Правобережной установлены насосы разной производительности, порядка 1000 кубов в час. И общая производительность группировки составляет 18420 кубов в час, что в настоящий момент достаточно для решения задач, исходя из имеющихся прогнозов. Проблемных вопросов нет. Мы выполнили насыпных защитных сооружений в районах входа в Амурский затон, правительство Хабаровского края УС выполнило временное защитное сооружение. Администрация города выполнила защитное сооружение улица Богачева длина 30 метров, отсыпано 500 кубов. Улица Вилюйская длина 10 метров, отсыпано 240 кубов метров. Прибрежная длина 10 метров, отсыпано 380 кубов. И Правобережная длина 10 метров, отсыпано 540 кубов. В целом можно сказать, что ситуация у нас с паводком контролируемая. Все принятые превентивно меры приносят свои плоды. И мы видим, что все насосные группы, которые мы распределили по краю, работают. Мы возвели необходимое количество защитных временных сооружений. И отдельной благодарности, конечно, заслуживают наши волонтеры. Они самоотверженно трудились и сейчас на посту. Большое спасибо всем, кто помогает защитить родные города и районы. И хочу обратить внимание всех глав. Это очень хороший опыт по привлечению волонтеров для работ по защите. Очень много активных молодых людей хотят себя проявить в позитивном ключе. И здесь нужно нам не отказывать им в желании.